вот так раз два раз два раз два так отлично но меня слышно и сегодня будет видео посвящено hdr фотографии цвету обработки и вообще всякому такому но сразу скажу что я не какой-то профессиональный фотограф и моему большому сожалению не обладая каким-то особым особым профессиональным сленгом и всяким таким это просто стрим который заливаю по ходу дела обозреваю ну и говорю свои мысли вот так что тут будет такое но на мой взгляд это будет интересно поскольку тут я пытаюсь всякими способами добиться нормальной детализации по теням вот и использую для этого метод который как мне кажется все используют но не говорят уж по крайней мере профессионалы и уж обзорные фотографии такие какие например хасельблат выкладывают себя на сайтах я уж думаю точно такой метод использует вот но также мне нравится лично мне например нравится фотография анселя адамса вот и я считаю что подобная фотография она невозможна без отличной детализации в теневых рисунках и вот без великолепной градации от серого к светлому но и градации это хорошо но еще нужно чтобы этой градации было были детали детали на большом формате есть у анселя адамс как раз таки был большой формат но и средний тоже его там эта техника была как она там полностью называется этот фотоаппарат я вот только один раз в руках держал и да я скажу эта техника конечно три с половиной килограмма вешает серьезная вещь а с ней еще надо ходить по пейзажи снимать еще штатив к ней тащить короче непростое это было дело в то время вот ну и тут я пытаюсь посмотреть какие-то обзорные фотографии сделанные на большой формат по всей видимости но как гласит тема с форума с фотофорума вот ну какая-то фигня давайте давайте лучше анселядом загуглим ну и у вас одна из самых знаменитых фотографий то есть тут великолепная детализация и вот это вот отличная градация которая но что-то я вот подобное качество но что-то я не встречал чтобы она встречалась на цифре вот так вот не встречал невстречаемое вот но мое мнение почему этого не происходит потому что цифра во первых она детали в тенях передавать не хочет просто ни в какую она в тенях шумит очень сильно хотя на хорошей свежей пленки из теней можно вытянуть даже пять стопов если это хорошая качественная пленка не то дешманская пленка которую все всякие обзорщики рекламируют хорошая пленка будет больше 1000 рублей стоить наверное за один кадр вот ну и как бы вот как бы так и что я значит принят предпринимая для того чтобы получить детали в теневых участках в цветах и получить нормальные цвета в общем я решил склеивать фотографии в режиме hdr я делаю 9 фотографий с разницей в стоп и это позволяет мне склеить фотографию от темных участков к светлым то есть из светлых участков получается мы берем темные детали вот и за счет этого то есть со светами вот со светлыми участками у цифры проблем нет там детализация великолепная детализация превосходит то что можно получить на пленке на схожих форматах например на супер 35 там вон у какой-нибудь sony a7r уже 61 мегапиксель но по цветам все еще остается паритет именно у пленки за счет вот ну как то вот она там как-то по-другому короче там он более такой какой-то не знаю более правильный более очевидный но самое главное несмотря на то что в тенях вроде бы как пленка должна ну точно так же шуметь и она полутона передавать общине хочет никак но тем не менее выглядит красиво вот я прошел в парк сходил сегодня сделал пару фотографий склеил их потом оказалось что флешки на 32 гигабайта для такого метода крайне не хватает поскольку она карману достаточно быстро кончается и и фотографии ни в коем случае не тянут на какую-то художественную ценность мне было больше интересно для начала какая будет разница вот если сравнить например фотографию сделанную одним кадром и фотография в hdr ну и вот допустим начнем сравнивать то есть чтобы приблизиться ну как мне кажется к фотографии который делал ансель адамсон надел во первых на средний большой формат это и физически гораздо более ну пленка то большая там я даже не знаю больше на нее детали влазит там полутонов и всякого такого то есть градиент от белого от от темного к белому получается более плавным ну и в общем каждый может нагуглить его фотографии в общем оно заметно заметно вот и это на мой взгляд него не невозможно такого же добиться если ты не можешь добиться того чтобы фотоаппарат по теням да и в общем-то и по градациям видел точно так же но в общем слева у нас склейка из 9 фотографий можно например наблюдать вот эти вот всякие ну в общем в общем такие такие следы от людей ну и что мы тут видим вот справа у нас один кадр так в принципе выглядит все неплохо ну вроде бы как но когда начинаешь сравнивать и самое главное тут нужно как бы тренировать вкус и самое главное понимать уже куда смотреть то вдруг оказывается ну например цвет зелени то есть одним кадром у нас цвет ну не слабо так поплыл то есть зелень уже выглядит не зеленый она выглядит как как будто у нее это какая-то теплая тонировочка и вообще с цветом что-то пошло не так цвету вот этих вот деревьев он и вовсе не отобрать не отображается таким каким он был они действительно были такие слегка какие-то голубоватенькие цвет чаще которые слева а это ну она выглядела очень красиво то есть здесь достаточно контрастная вот эта вот сцена кстати очень показательная потому что вот это все в тени но для человеческого глаза это было не настолько сильно контрастно но я точно знаю что ни с каким фотоаппаратом я бы сюда не пошел и не стал делать здесь фотографию почему а потому что я точно знаю что мы получим вот вот такой вот результат то есть выбитые цвета отсутствие детализации то есть она как бы есть но ее как бы мало и какой-то вот все не очень понятно то есть а при этом вот этот вот объект вот это здание она же ну тут метров ну наверно 100 если не больше и и там дымка есть и атмосфера есть и воздух и это выглядело все одно достаточно красиво то есть вот ощущение бы хотелось передать но ощущение вот все это дымки света и расстояние она никак не передается когда гряда вот этих вот плющих или чего это такое а а это же розы там какие-то дикие точно точно в общем вот гряда вот этого терновника она во первых теряется ну нет у него цвета ну и вообще нигде тут никакого цвета нормального нету то есть если разглядывать еще больше по мелочам ну например ну ну тут короче куда не глянешь тут все как-то не очень не очень не очень хорошо то есть например вот этот вот момент здесь этот момент он гораздо более самобытен мы и видим от света и видим даже уже вот такое изменение цвета тумана вот дымку мы видим за счет того что это дымка вот она имеет свой как бы за свет и свою такую тонировочку более зеленую такую какую-то голубоватенькую у нас тут сзади вот это голубоватое здание она отсвечивает все таки потому что как раз свет и уходит под углом попадает на него она отражает за ну должно немножечко засвечивать часть пространства так как солнце вот она как раз вот куда-то туда по касательный и это все дает ну как бы объемы вот вот это ощущение воздуха который я это видел то есть который я видел в тот момент но мы видим на фотографии сделано одним кадром вот воздуха то нет то есть тут какая-то серость здесь что-то серенькое голубенькое здание тоже стало каким-то сереньким вот этот момент просто он серенький хотя например здесь мы видим отчетливо тут какую-то крышу здесь белое здесь еще всякие голубые оттенки в данном случае он просто стал серым а это между прочим на среднеформатном фотоаппарате Hasselblad x1d который в свое время целый миллион стоил на там девятьсот с чем-то тысяч тоже абсолютно необоснованная цена до фотоаппарат хорошая по цена цена чересчур то есть ну как бы то есть то есть фотоаппарат хороший но цена цена нехорошая вот вот в общем в принципе если обзорно смотреть то здесь мы все равно видим что например цвет зелени но она же все равно более качественно передается потому что она именно темно-зеленая она темно-зеленая она не темно с какой-то тонировочкой в оранжево какой-то непонятный оттенок нет она вот хорошая сочная темно-зеленая уходящая вдаль трава то есть тут уже вот этого нет уже нету вот этой сочной зеленой уходящей вдаль травы которые противопоставили противопоставляется терновнику там я не знаю терновник противопоставляется небу или типа того то есть тут при желании можно и начертить целую кучу графиков но я такой чушью страдать не люблю мне такие люди кажутся шизофрениками вот если мы посмотрим на детализацию и цветопередачу нашего терновника то и так же это так же печально то есть он же он он действительно был красив в тот момент когда я там находился но мы не видим и правильно цветопередачу вот всех вот этих дощечек вот здесь не видим потому что они все стали каких-то какими-то слегка розово-голубенькими плюс сам терновник он в такой же какой-то тональный диадет ну в таком же тональном исполнении как и как как и вся вот эта вот часть кадра то есть она вся такая одного цвета ну типа как как не знаю цвет фильме безумный макс там либо как коричневый либо немножечко чуть-чуть голубоватенького это конечно здорово то есть хорошая цветокоррекция выглядит очень хорошо но я все-таки хочу здесь чтобы передавались цвета и полутона и оттенки градации серого и вообще вообще детализация то есть тут она как бы есть но но ведь недостаточно потому что например вот в левом кадре глубина и объем гораздо более отчетливо рисуются за счет того что здесь металлическая стойка она совсем не похожа на вот эти вот дощечечки дощечечки действительно они имеют слегка такой голубоватый как бы оттеночек в сзади вот вот эти вот но еще более мелкие дождь до доски вот это стенки они действительно такие слегка желто непонятно какой у них цвет и вообще странно почему все это не заблокировано потому что она стареет ну ладно кто я такой это же не мой парк фотографии одним кадром мы ну видим что как-то это не очень по цветам различается а уж цвет зеленого ведь здесь же зелень вот 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 зелень она здесь здесь мы видим темно зеленую насыщенную траву слева что-то такой то есть как бы справа слева что-то такое переженное короче в общем я думаю тут и так понятно одним кадром в принципе нормально получается но но недостаточно недостаточно например вот этот момент я возлагал на него большие надежды но он при склейке получился каким-то невероятно кислотным хотя дерево в контровом свете вот эти вот листики так прикольно засвечивались я подумал что благодаря hdr можно будет вытянуть детализацию ствола черного и при этом вот листва будет более как бы ну ярко выражены огненной вместо этого мы получили какие-то жутко кислотные цвета да детализация конечно поразительные тут все прорисовалось великолепно но цвета при этом поплыли окончательно но после проявки оказалось что цвета поплыли уже во время фотографирования то есть баланс белого был выбран камерой неверно надо было это наверное ну правда в тот момент я даже и не заметил что там что-то не так вот ну а при склейке в hdr-режиме можно вот посмотреть что например детализация на стволе вот здесь один кадр мы его как бы а вот здесь вот склейка из 9 и тут гораздо больше полутонов градации мы видим и структуру и цвет ствола и цветовое благолепие которого тут много и мог немножечко видны и двоение вот от склейки потому что листик колыхался ну наверное если перевести это в чб эту кислотность уйдет кстати надо будет попробовать все эти снимки перевести в чб надо даже можно прям сейчас это и сделать то есть метод великолепный конечно мне хотелось бы чтобы это все одновременно как-то разом при нажатии на кнопку делаясь прям в фотоаппарате качественно но пока что фототехника так делать не хочет есть конечно сюжета в которых не очень понятно зачем это было применено например в этом сюжете вполне себе большая разница то есть например если бы я увидел что-нибудь красивое находящиеся в тени я бы на я даже не стал это фотографировать а сейчас видно что ну можно передать в этом вот вот если бы человек мог не двигаться столько же сколько дерево я представляю какие красивые были бы лица так что у нас тут еще можно такого сравнить так вот эта фотография она у нас есть вот например один кадр и вот режим hdr фотографию здесь сразу видно что цвет зелени он гораздо более адекватен и гораздо более не смещен по цветам потому что ну тут тут и контрастности как-то чересчур много если мы это под приблизим ну например вот здесь вот зеленый листик а здесь листик не зеленый он какого-то серого непонятного цвета это не очень хорошо вот ну например здесь цвета и градации цвета то есть ну просто драматически отличается потому что вот ну это же куст на нем все листья они же разного цвета то есть понятно что они какие-то зелено-голубоватые но при этом они зелено-голубоватые все разные на картине справа это читается не так явно ну точнее она по моему вообще не читается абсолютно то есть например цвет в тени вот этих вот листиков то есть то что мы видим слева мы видим цвета видим что это темно ну темно-зеленый короче то что мы видим в проявке из одной фотографии вытянулась ну тут и цвета поплыли детали нету и вообще этот момент абсолютно не читаем то есть он как бы он опять же выглядит как бы такой со слегка теплой какой-то тепловатой тонировочкой то есть но короче выглядит это абсолютно нехорошо и я бы распечатывал именно вот эту фотографию потому что она гораздо более качественно выглядит так что же у нас тут есть еще есть у нас просто дерево где-то у меня был пример в котором а да вот точно с цветом листвы вот сейчас цветом листвы мы посмотрим как это выглядит в hdr-режиме то есть передачи листвы но правда сейчас зима в краснодаре и листвы но не так много листвы их есть не так много но я думаю какие-то сочные лопухи бы в каком-то контровом красивом свете в лесу в лесу я думаю бы это была очень большая разница то есть например мы смотрим на фотографии слева теперь у нас одна фотографии то что мы видим справа это во-первых гораздо более сочность боль больше сочности детализации ну градации зеленого я думаю тут тут и так все видно то есть зеленый выглядит гораздо лучше да мы видим видим что листья колышется в результате это вот приводит к тому что появляются артефакты при склейке вот и что-то артефакты такие чудовищные что и да я даже не знаю что-то надо с этим как-то что-то даже делать вот то есть то что мы видим с вот вот слева то есть как бы в обзорном варианте вроде бы то же самое но когда ты присматриваешься видишь что листва то здесь более сочная и красочная при этом например вот равномерно освещенный лук он кажется менее контрастным то есть здесь листва кажется более контрастным но только за счет того что у него цвета правильные а ведь листва действительно в лесу она она такая достаточно контрастная на этой фотографии мы этого не видим потому что листва не отображается в правильном цвете у него цвет непонятно чего то есть она но не имеет не имеет тех контрастных градиентных вот переходов от уже цвета от светло там не знаю зеленого к темно зеленому вместо этого мы тут видим чего-то я даже не знаю мы вообще какой-то вообще не тот цвет мы видим тут вообще абсолютно ничего не видим то есть в принципе сама детализация ствола то есть даже по правильности цветов потому что вот здесь то мы точно видим что кара одного цвета здесь у нас не знаю какая-то ветка была или что такое и состригли теперь здесь другой цвету есть он более черненький потом снизу снизу то есть мы прям целую жизнь на этом дереве видим и это создает атмосферу фотографии тут же но вот чего-то какая-то тут мутность здесь какая-то мутность тут чего-то вот чего-то дальше муть 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 посмотрите какой живой листик который вырастает из а здесь листик такой серый и он как бы вырастает но какой-то не такой живой вот ну и раз уж раз уж я подумал перевести фотографии в чб вот а можно парочку примеров даже и перевести прям сейчас и мы посмотрим выглядит ли чб в таком варианте лучше но мне кажется чб будет более за счет этого таким каким-то насыщенным что ли потому что фотографиях анселя дамса там она такое насыщенное чб прям ну и понятное дело потому что она еще и детализированное чб когда воспринимаешь фотографию в которой очень много хороших источных деталей это конечно гораздо лучше но и для примера мы как раз возьмем например вот эти две фотографии и вот это где она тут у нас ну и давайте это все в редакторе переведем в чб и по итогу посмотрим поменялось ли что-то в лучшую сторону так ну что ж вот у нас есть две фотографии например который в принципе когда я рассматривал их в обзорном варианте они выглядели ну очень похоже то есть чтобы прям увидеть разницу надо было ну прям всматриваться в оттенки зеленого каждого зеленого листика и достаточно близко всматриваться то есть когда где там эти у нас две фотографии то есть но в принципе уже когда знаешь куда смотреть то это достаточно быстро бросается в глаза причем даже не только на своих фотографиях уж но и на фотографиях чужих потому что я думаю уже каждый кто будет рассматривать даже свои фотографии взглянет и оценит а ну правильность ну правильность передачи цвета какова то есть зеленый везде выглядит как зеленый или он выглядит уже там где тени как зеленый с каким-то смещением и всякое такое то есть здесь то зеленый выглядит как получше ну и короче что у нас тут по итогу один кадр выглядит гораздо более контрастным нежели чем фотографии в hdr не знаю это хорошо или нет ну фотография справа гораздо ближе как-то подтягивается к пленочному кадру со словами посмотрите какая куча градации серого то есть он в целом выглядит более серым чем фото слева то есть фото слева оно такое контрастное и тут мы видим такой жесткий переход от светлого участка к темному и все остальное какое-то не очень а тут раз и мы видим такое все такое мягенько серенькое не знаю хорошо это или нет ну вот ну посмотрим посмотрим серость листвы так стала ли листва более серой блин загрузка долгая не так мы ничего не рассмотрим надо трендерить ладно давайте вот этот обзорный кадр будет ли он чудовищно меняться ну что-то в нем конечно меняется но не сказать чтобы прям чудовищно кардинально хотя все таки меняется вот этот вот вот это вот гряда терновника она все таки все равно выглядит гораздо более чистой и за счет этого даже как-то более контрастный то есть она выглядит уже гораздо более глубокой более читаемой то есть здесь например чтобы было примерно так же уже надо выкрутить как-то контраст или чего-то такое наделать у нас поплывет вся фотография вот в общем разница есть конечно но данцы рядом с еще далеко так вот невозможно с такой загрузкой давайте это отрендерим выберем так hdr варианты варианты так 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 ну и вот наши два кадра самых пока что показательных так чем же они у нас отличаются ну например передача вот этой атмосферы в черно-белом варианте в черно-белом варианте уже разность детализации становится по моему очевидно еще более драматической то есть она и так была достаточно ну высокой но переведя это все в чб теперь разница просто очень большая прям особенно вот например вот этот момент вот эта градация серого которая есть вот там вот этом здании который вот ся у тут уходит в эту атмосферу в эту ну и влагу который испаряется от травы тут мы мало того что и даже не знаю все дело только в детализации ну и и в детализации и вы посмотрите то есть несмотря на то что это черно-белый снимок но даже в черно-белом снимки вот блин даже 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 черно-белый снимок все равно мне кажется каким-то тепловатым серым тепловатым не знаю какой-то теплой тонировкой короче потому что вот этот вот момент и вот это здание они же не читаются абсолютно они как и одно единое целое просто тут какой-то мох вот это вата какая-то а тут ну типа как здание посмотрите как это кардинально отличается когда мы hdr снимок перевели в чб то есть это прям ну никак нельзя спутать мало того что тут и детали но с черт с ними с деталями допустим если бы здесь была такая же мутная картинка но она была бы такая же черная здесь такая же типа она тут умели менее черная ну 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 как бы но нет мы видим это практически от один и тот же тон серого но вот этот момент он гораздо более чистый вот это вот эти вот уходящие дощечки вдаль мы тут каждую доску оказывается видим чего я не заметил в цветном варианте здесь мы не видим вообще ни черта это все размылось почему-то плюс траву трава за счет больше детализации то есть она не выглядит более резкой или детализированной после склейки в hdr она точно такая же но но вот за счет более честной какой-то не знаю больше информации по теням и там мы видим что вот вот здесь трава точно есть она такая шуршавая прям прикольненькая а здесь травы точно нет она не шуршавые не прикольненькая она это просто очень много мусора то есть вот фотография справа цвет цвету она не казалась такой более контрастной чем то что у нас слева ну-ка например вот разница ну вот это вот градация вот это вот даже наверное даже посмотрите как красиво это получается то есть вот эту фотографию и прям целиком куда-то нажать на версии кранта что это такое нет это не тот результат которого я хотел добиться что происходит короче вот эта фотография вот такой вот кроп он уже выглядит как какое-то отдельное отдельное фото в общем ладно и выглядит это все очень но очень хорошо это выглядит то есть в режиме черно-белого вот этот вот терновник стал выглядеть просто бомбически я даже так скажу он посмотрите как он великолепно насколько он великолепно детализирован и и и и и насколько он не детализирован сравнение с одним кадром то есть настолько что уж даже слов нет слова закончились абсолютно то есть да вот это очень большая разница но но все равно все равно не достаточно фотографии анселя адамса выглядели еще более черными то есть там черный выглядел еще более черным то есть даже восприятие именно черного то есть ну понятно что это две черно-белые фотографии но даже добиться в переводе в чб вот того чтобы черный был таким густым насыщенно черным но невозможно без деталей потому что например вот здесь такой густой насыщенный серый цвет откуда за счет того что тут вся такая вот шуршалость и огромное количество деталей здесь усреднение такое такое типа как баке но без баке просто отсутствие полное полное отсутствие ну и плюс фотография конечно более читаем а то есть прям вообще в чб выглядит здорово прям отличный чб это пока что самая детализированная черно-белая фотография что мне получалось то есть прям прям получилось здорово так теперь мы посмотрим на сравнение двух фотографий вот в принципе уже в таком сюжете практически никакой разницы я снова не вижу ну да если мы под приблизим наше дерево то дерево вот здесь она все равно кажется более живым и даже освещенным и даже как будто цвет здесь есть хотя цвета здесь нет вот листва ну листва вроде бы как бы как бы получше вот хотя листва в кадре справа кажется какой-то более контрастный что ли ну хотя ну нет ну нет то есть если мы рассмотрим отдельно например вот этот кусочек то вот кусочек в hdr режиме он такой вот он такой вот живой и но в нем как-то вот есть как-то но чувствуется воздух и вот прям прям реально вот этот кусок можно в кроп режиме просто заливать куда-то он он красивый а в кусочке справа как-то ну как бы вроде бы воздух тоже есть но какой-то он даже не знаю с чем-то связано какой-то он короче не такой воздушный то есть вроде бы как бы все здорово но что-то как-то даже не знаю вот конкретно в данном случае он наверное более перри контрастен по по вот точечно пока каждом по каждой фигуре которые здесь то есть по каждому листику то есть каждый листик здесь он более контрастный нежели чем здесь потому что здесь все равно все равно больше полутонов выглядит это все более мягко но при этом она не теряет все-таки контрастности потому что то что черное она черная как надо но но в целом у нас получается что у нас есть и черный например вот это вот черное пятно и при этом мы все равно видим градации серого с обратной стороны стволов деревьев вот и и и при этом там где солнце более-менее светит потому что с этой стороны солнце освещается мы уже видим что градации серого они они уходят в черное то есть оно как бы все равно есть но его как бы в меру и вроде бы как получается что мы вот в эту картинку верим больше потому что взглядом примерно так и видим что что черное с обратной стороны ствола ну так оно и будет оно темным листва которые на солнце она вся таки все таки освещается сильнее и она выглядит ну прикольно она выглядит вот даже листики там я не знаю с обратной стороны они все равно круто выглядят потому что они такие насыщены такие темно насыщены под цветом солнце вот и например вот с обратной стороны за вот эти вот стволы они же все равно получается но как бы освещены но они немножечко в таком рассеянном свете и вот он этот рассеянный свет здесь он более такой ну более мягкий более ну более рассеянный то есть а тут 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 высокий контраст и вот ты в эту фотографию тоже веришь но веришь недостаточно недостаточно потому что в этой фотке извиняюсь в этом произведении искусства в нем больше ну такого адекватного объема который рисуется светом и вообще вот окружением то есть здесь это прочитать гораздо проще чем тут потому что уж если свет светит с одной стороны то он должен светить с одной стороны со всеми атрибутами накладываю которые накладываются на картину и на снимаем объект то есть он если освещен то освещен должен быть вот правильно потому что тут высокая контрастность в этих листьях чересчур высокая здесь же наоборот больше мягкости например даже вот этот вот листик это же елки-палки листик испортился тут вот ладно другой какой-нибудь листик ну например вот здесь мы все равно видим больше детализации градации чем видим здесь здесь просто белое пятно и практически провалившиеся в черные детали детализация в отличие от того что у нас тут ну короче что-то типа того так ну мне теперь стало интересно еще какие-нибудь фотографии перевести в чб потому что ну обзорный кадр выглядит очень хорошо елки-палки теперь этого вообще надо теперь все в чб перевести так глянем теперь на полное чб а нет еще не глянем так так как это как это все разом быстро перевести то в чб это что надо нажать а синхронизацию надо сделать точно так все ли у нас получилось так 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 вот так 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 ually но так 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 окей так того что у нас значит получится так ладно еще не все закончилось так окей теперь мы сравним теперь реально и что сравнить так hdr фотография которую я склеил но как-то что-то неудачно ее покрутил вот она цветная выглядит ну как-то не очень такая пережонника короче недостаточно контрастная что-то я прям перестарался реально так это же версия в это же версия без укрутасов выглядит так выглядит выглядит практически одинаково то есть ну да как бы вот эти вот стволы у нас конечно они чуть более читаются чем вот то что у нас справа особенно вот опять же то есть мы видим что на черно-белой фотографии все-таки черный он выглядит более черным за счет того что у нас больше детали в этом черном то есть у нас есть и светлые детали и темные детали именно это должны быть деталями то есть мы должны воспринимать по границам контраста вот то что у нас на одной фотографии мало того что детали не имеет в принципе никаких ну то есть имеет конечно но но не так много как хотелось бы вот но если взять например вот эту вот структуру ствола то тут прям ну такая драматическая разница что просто туши свет вот а если мы вот будем брать например вот этот вот кусочек как отдельный кусочек то разница вот в этом благолепии вот этих дубов а тут просто цветовой мусор но не цветовой мусор градиентный мусор но тут детализации нет абсолютно посмотрите какая тут ярко говорящая ветка здоровенная двухсотлетняя ли сколько там этих дубам лет то где она ветка это здесь вот она вот что это за такое но это разве ветка нет или вот ну в общем короче понятно но также не хватает фотоаппарату изменения углов изменения плоскости резкости которые доступны на среднем формате можно там и объектив отклонять и заднюю стенку отклонять потому что вот чтобы добиться детализации вот чтобы это еще больше выглядело надо ну чтоб например вот этот момент также был детализирован а то что справа может быть и чуть-чуть под размытым но у нас этого но никак не получается то есть тут и так диафрагма уже закрыта до 22 но короче не хватает мне изменения углов наклона объектива и задней стенки прям очень не хватает так есть у нас еще один кадр о господи какой же он стрёмный нет это это этот кадр блин вот когда вот когда приближаешь сразу кажется нормально ну этот кадр точно не случился он прям такой что прям вообще где он тут у нас есть то он у нас должен быть походу дела его даже нету ладно будет хорошо обзорный кадр нашего ствола дерево выглядит вообще не очень он выглядит настолько плохо насколько это только возможно конечно можно его сравнить с фотографии с обычные фотографии но того что он в сравнении будет выглядеть получше это погода не сделает даже один кадр выглядит более таким контрастным чем наиболее черными вообще более приятно выглядящим те чем то что получилось в ждер склейки странно кадр конечно не удался хотя я на него возлагал надежды он прям такое что просто туши свет так наши кустики так и кустики в в чб ну разве что здесь листва выглядит гораздо более мягкой тут она такая контрастная и грязненькая здесь она более мягенькая такая и все такое более мягенькая но она в целом короче картинка более мягенькая но так то конечно надо еще поработать и применить какой-то еще метод то ли обработки то ли я даже не знаю чего например если закропать и подрассмотреть это все чуть 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 ближе то мы все равно видим что вот это вот тень она но она такая более качественная чем вот это вот грязь которую тут у нас вот эти вот проваленные в черноту детали которых не должно быть потому что они для матрицы они черные а для человеческого глаза тут никаких таких черных деталей то нету так ну неплохо что у нас дальше идет так две фоточки ну в принципе две фоточки выглядят но тут с бок и вот которую средняя от весь результат и действительно то есть на задний план ну а куда тут смотреть тут ну вот когда фотографируешь с бок это то то hdr можно и не применять потому что что там татама там ничего нету ну где там чему там черном быть светлым детализированным просто ничего нет и все там уже все стало средним и размытым но опять же если знаете уже куда смотреть а куда смотреть это понятно на вот то конечно hdr склейка как-то получше но в принципе в данном случае две фотографии практически одинаковые вот так вот это фото уже должно быть поинтереснее так это не оно так 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 вот это мои первые кадры которые были сделаны в которых я целенаправленно снимал уже но вообще там такой день был и такой рассеянный свет что только против солнца можно было снять и получить хоть какую-то хоть какой-то какие-то тени и света вот но тут все-таки солнце жесткая уже на закате светит практически в объектив фотоаппарат поставлен так чтобы вот тень вот от этого дерева она закрывала линзу переднюю чтобы не засвечивалась она от солнца вот в принципе можно было еще самому под закрыть его как-то вот вот и мне хотелось посмотреть как будет передано вот воздух и атмосфера и вообще вот эти вот все градации которые получились в ходе фотографирования вот и конечно же тут также уже я думаю добавлять особо нечего то есть то что справа выглядит в принципе нормально но то что слева выглядит гораздо более детализировано живо и полутона тут вот уже меня практически устраивают но все равно хотелось бы больше потому что но мы тут прям практически свет видим вот через эту фотографию аж воздух то есть мало того что это гораздо чище но не за счет того что у нас тут повышенный контраст а именно за счет того что тут нормальная детализация есть цветами нормальными а тут все такое вот мутненькая мутненькая примут ненькая но в принципе тоже неплохо неплохо но не так хорошо как как мне от того хотелось бы ну и да то есть видим что здесь но такое чувство вот хочется крутилки контраста добавить вот и как будто кто-то напускал дыма на фотографию когда здесь в hdr режиме тут уже как-то я даже не знаю контраста накрутить не хочется а вместо дыма мы видим мягкий ну 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 как но не очень мягкий но мы видим вот это вот испарено уже от травы влажность атмосферу то есть мы мы не видим дым который напускали на фотографию мы видим именно атмосферу и воздух который вот который передается за счет вот тончайших вот полутонов полутонов и оттеночков замочили мне уже эти полутона и оттенки если честно вот вот эти вот веточки в конце то есть вдали и вовсе придают прям колорита а тут вообще этих веточек просто их нет они не отобразились ну разница есть конечно очень очень серьезная прям действительно существенная разница только пока что это существенная разница как-то проявляется пока ты фотографию в сто пятьсот раз не увеличишь надо бы как-то то же самое но чтобы прям это сразу было очевидно видно то есть как как бы и без рассматривания фотографии в лупу потому что когда смотришь фотографию анселя адамса тут не надо рассматривать каждую веточку отдельно ты и так видишь красотища полнейшая и то есть ну ну вот действительно не надо не надо тут каждую елку отдельно рассматривать тут посмотрите сколько градаций это это какая-то картинка картинки из монитора фиг его знает откуда где она тут залита сколько раз уже она была пережата но какая красотища вот вот как-то надо 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 так же так есть у нас просто дерево которое также в засвете солнце снято так есть это же дерево у нас снято одной фоткой и и и я не понимаю я вижу тут розовый цвет то есть он прям блин мне так кажется что здесь есть розовый цвет что я даже не пойму он как он как будто тут и вправду есть где эта фотография у нас но она абсолютно черно-белая но ощущение того что здесь есть розовый цвет я просто понять не могу она откуда берется то хоть а может он тут действительно есть что это у нас такое но откуда бы ему взяться а может быть там я что-то покрутил с кривыми да вроде нет ну-ка выключим тут все что можно куда тут кривые то делись вот они но ничего не меняется а розовый цвет как будто есть вот это да вот это я уже с ума схожу так ну конкретно эта фотография также практически ничем не отличается кроме того что если мы приблизим и увидим разность в детализациях и динамических диапазонах полутонов и всякого такого ну да разность конечно действительно очень грандиозная оно действительно потрясает потому что то что мы видим справа и то что мы видим слева это прям натурально два разных дерева но это не то так и что же у нас тут еще осталось 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 можно рассмотреть мой системный блок так а где тут мой системный блок в режиме HDR есть 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 же еще пейзажик кстати в цвете он также очень сильно отличается так и пейзажик тогда в чб ну вот а вот кстати уже пейзажик вот в чб уже даже в обзорном варианте выглядит ну исключительно по-другому потому что вот вариант вариант со склейкой выглядит и он более по тонам такой правильный более как-то я даже не знаю даже если мы уже в мелочах посмотрим например вот эта башня она здесь более такая красная что ли я не знаю она черно-белая но она все равно более красная то есть ну тут уже можно видеть что тональность и детализация например вот этого ствола дерева оно блин оно красивое оно ну не то что оно уже просто на каком-то другом уровне находится вот оно выглядит правильно хорошо и красиво чего здесь нельзя сказать также например уже просто это даже нельзя сравнивать вот то как переданы вот эти здания то как они великолепно просто выглядят как 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 все это просто великолепно выглядит и какой мусор мы видим с с левой стороны ну просто мусорище тут нету ни полутонов ни воздуха ни черта нету ну и детали нету да мы тут видим двоение жуткое то есть в принципе если бы например рассмотреть вот этот момент то выглядит все вроде бы не так критично но если уже рассмотреть обзорный план то выглядит на мой взгляд все совсем печально а мне например вот этот пейзаж он кажется очень таким ну таким неплохим то есть тут есть и жуткие заросли и вот это вот башенка геометрическая красивая фигура которая кстати говоря к себе притягивает и противопоставлением вот этой вот природы и ну того что сзади достаточно красивый город и вот это вот небо в котором нету никаких лишних деталей что на мой взгляд даже фотографию делает только лучше вот ну и конечно гораздо это благолепнее и как то вот и выглядит это гораздо более породисто когда у нас тут каждый элемент мы можем прочесть и каждый элемент читается и он не похож на другие элементы потому что здесь например вот эта черная коряга вот эта черная коряга вот эта черная коряга они какой-то одинаковой черноту и как будто это кто-то взял мазок кисти и просто намазал одинаковой краской хотя вот эта коряга имеет свой какой-то цвет здесь также градации серого какие-то сами по себе и вся вот это вот засохшие не знаю что это такое но это терновники а что там сзади там кстати сзади какие-то заборы электростанции и еще какие-то лютые лютые растения я только не могу понять где именно они там произрастают за забором что-то надо пойти посмотреть что там происходит ну и самое главное вы посмотрите как переданы именно здания вот то есть солнце освещает переднее здание дальше то что сзади оно как бы в тени находится но мы и как и как вот здесь виден весь этот воздух вот великолепный и как воздуха не видно на на единичной фотографии потому что тут но но я даже не знаю и конкретно вот эта фотография она уже даже в обзорном варианте все-таки выглядит гораздо более выигрышный если склеить это все в штер и мы получаем и вот эти черные коряги они такие ну красивенькие все вот эти терновники они тоже такие красивенькие здания сзади они более такие читаемые то есть они такие белые как бы светлые такие возвышаются над всем этим вот из всех этих коряк и они действительно освещаются здесь и мы видим что они и далеко и света от них до нас доходит и уже цвета изменяется пока он там до нас дошел а вот тут какой-то мусор ну 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 не ожидал я вот вот этот кадр пока что самый самый такой показатель так что у нас тут еще есть так еще у нас тут есть наши березочки березочки в принципе в цвете смотрелись неплохо так березочка березочка что я не могу понять где у меня там березочка ну ну где то она может быть здесь ну что то как то по моему ее здесь нету ну 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 ладно этот а этот кадр то есть ну блин он уже похож практически такой же уже рассматривали но правда все равно тут практически так же смотреть ну ну нечего ну да то есть тут как бы вот это вот уже то есть то что в тени она ну более детализированная ну да понятно что береза она более такая более градиентная более черная более светлая и всякое такое что вот это вот лепота уходящая вдаль ну читается гораздо лучше мы как обычно приблизим то прям вообще все замечательно и супер круто но в обзорном варианте это конечно не так смотрится эпично как фотография которая была до этого давайте обратно их включим потому что это действительно на мой взгляд выглядит разница действительно эпичная а при этом при этом я напоминаю это фотоаппарат маселеблат x1d то есть это фотоаппарат у которого 16 бит цвета да может быть это не самый настоящий 16 бит цвета но все равно когда с 14-битной матрицы файл записывается уже на 16-битную кривую то влезет туда гораздо больше цвета это будет точно лучше вот ну и потом на этой же матрицы у нас едет пентекс 645z 645z который очень хороший очень прям исключительно хороший если бы за 220 тысяч я бы нашел pentax 645z я думаю что я бы купил его но в тот момент в продаже его не было он дороже даже на бушном рынке он гораздо дороже вот там конечно не 16 бит цвета только 14 но на мой взгляд там эти два бита ушли в пользу лучшей детализации по теням однако если поставить штатив и вот так вот с бубном потанцевать то вопросы с детализации по теням лично у меня уже отпадает хотя мне конечно хотелось чтобы детализации было побольше к сожалению сейчас у меня нету например фотоаппарата и правда был только nikon d3s правда многие на меня срутся что то как ты можешь сравнивать фотоаппаратом 2008 года хотя он 2012 по он производился вот с фотоаппаратом которые старше еще на три года на сколько там на 4 по мою 2000 коном 16 каком но а но но блин ну короче то есть там как обычно будет миллиард но там не те количество мегапикселей вон там для ну короче люди как обычно найдут 200 500 тысяч почему так делать не надо было вот но я на него просто перестал фотографировать потому что когда уже его сравниваешь хотя он когда-то мне казался очень крутым да и до сих пор кажется крутым но когда его сравниваешь с хаселем там просто туши свет просто оторви и выкинь прям просто возьми его прям в окошко и швыряй то вообще даже словами не сказать если там по детализации он что-то там как-то еще там пытается там вообще по по цветам это просто просто жесть полная вот короче к чему я это к тому что крутые функции действительно для фотографии по моему появится еще не скоро у нас все ушли в сторону записи 4k и людей ничего не волнует кроме того чтобы фотоаппарат писал 4k там 200 мегабит секунду там запись на прям на карту памяти а для конкретно фотографии каких-то клевых штук там ну окей видео запись ну здорово там 4k там эти всякие лог гаммы и прочая какая-то чушнина насчет фотографий что там у пентакса 5d mark 2 или как он там называется 1k mark 2 1 mark 2 ну короче у их него топа что там он может пять фотографий в одну слить для увеличения резкости замечательно а что еще sony asmr 4 умеет также и получить 200 мегапиксельный кадр вообще замечательно здорово что там насчет детализации по теням а где там 16-битный цвет а что насчет не знаю там три колора какого-нибудь а вот это вот она когда появится вот какие-то такие вещи а насчет не знаю записи raw файла там с тремя балансами белого или типа того то ну то есть в теории в теории вроде как даже не должно быть никакой разницы ай короче короче них нихрена меня фототехника не радует который выходит она радует то каких-то безумных видео фотографов а вот конкретно для фотографий там нет ничего вообще вот есть конечно фотоаппараты которые на автомате склеивают hdr некоторые даже записывают файл в какой-то raw файл не знаю вот но все равно приходится вот так вот с бубном танцевать в принципе и если все то же самое было бы при нажатии на кнопку было бы конечно здорово но я думаю этого не будет потому что если например дать его в руки фотоаппарат который одним кадром делает сразу же вот такую картинку как как вот а это великолепно по картинка ну тут полутонов и детализации и вообще вот читаемости очень она очень очень хорошая по-настоящему уже очень хорошая то человек не будет покупать новый фотоаппарат наверное лет 15 пока у него старый не сломается потому что ему вот этого будет хватать авто аппараты делают чтоб на них деньги зарабатывать продавать их но в итоге вот у нас там два мегапикселя появилась новых 4k появилась там какой-то режим там видеосвязи 2 видеозаписи там какая-нибудь фокусировка новая там по глазам еще чего-нибудь и всякая такая вот фигня откровенная ну конечно ну вот в этом варианте конечно разница просто эпическое вот хотя казалось бы по динамическому диапазону вот вся вот эта вот фотография она не сказать чтобы очень сильно отличается по крайней мере на мой взгляд она не отличалась сильно потому что я видел что да тут все освещено достаточно равномерно а единственный темный участок он вот здесь вот на дереве то есть таун практически черный и все все остальное это освещено но но каждая веточка освещена и с одной стороны и с другой стороны вот фотография одним кадром этого как-то не воспринимает фотоаппарату но что-то как-то вот не отображает этот момент и получается все усредняется в такую более серую серую картинку когда в hdr склейки вот ты получаешь что все светлые записываются лучше темные записываются лучше полутона вдруг откуда-то появляется и ты в итоге видишь гораздо более чистую вот такую вот прям фотографию с воздухом с атмосферой даже с каким-то таким настроением ну блин вот это выглядит а просто чума как хорошо вот как то так если какие то есть вопросы спрашивайте задавайте может быть я даже чего-то отвечу что-то у меня с твичом пошло не так вот пишите комментарии в комментариях я точно отвечу обязательно потому что о чем еще делать вот и у меня даже какие-то комментарии прямо посреди стрима вот и в общем пишите в комментариях что вы думаете по этому поводу и всякое такое потому что на мой взгляд вещь хорошая и вот если вот так вот повглядываться то потом понимаешь ну например куда надо смотреть и чем действительно хорошая фотография от просто фотографии отличается и вообще как то так вот как то так ладно я пошел пишите